ЧПФ Сотпай В Казахстане на западно-жесказганском руднике, принадлежащем ТОО корпорации «Казахмыс» погиб рабочий, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан. Авария произошла в шахте 55 накануне вечером в 20 часов 15 минут. При монтаже водяного става, отслоившимся куском горной массы, был придавлен и скончался на месте монтажник участка номер 10 Назарбеков-К. 1984 года рождения, говорится в сообщении ведомства. В настоящее время создана специальная межведомственная комиссия на предприятии, которая работает и выясняет причины произошедшего. Группа «Казахмыс» выражает искренние и глубокие соболезнования родным, семье и коллегам погибшего горняка. Пассажирский самолет Т-ДЖКР совершил аварийную посадку в Жизказгане. Как сообщает «Казахстан Тудэ», аэропорт города был готов встретить этот рейс, посадка произошла без чрезвычайных последствий. А вот в транспортной прокуратуре Жизказгана рассказали, что по предварительной информации причины аварийной посадки самолета явились неисправности в топливной системе. Члены экипажа и инженерная служба Жизказганского аэропорта устранили неполадки, и самолет в 19.00 накануне продолжил свой путь, направившись в Екатеринбург. На борту авиалайнера находились 150 пассажиров и 7 членов экипажа. В период ремонта работ все пассажиры были накормлены горячими обедами. В зале ожидания аэропорта им были предоставлены комфортные условия. Окончательная причина аварийной ситуации будет выясняться внутренними службами коммерческой авиакомпании. Однако в аэропорту Жизказгана от каких-либо комментариев нашему телеканалу воздержались. Уж сколько раз твердили миру. Будьте осторожны с огнем. Но призыв так и не находит должного понимания. Накануне при пожаре в частном доме по улице Строительная погиб 60-летний мужчина. Вероятнее всего он даже не проснулся. Сигнал о возгорании на центральный пульт противопожарной охраны поступил в 6 часов 55 минут утра. Меньше чем через 10 минут 4 единицы техники и 14 человек пожарных были на месте. Очаг возгорания, который находился в спальне пятиквартирного частного дома, был ликвидирован за несколько минут. Горело всего 15 квадратных метров. Но, увы, Прохоров был уже мертв. Также на пожаре пострадала гражданка Прохорова 1927 года рождения. В данный момент по пожару производится дознание, устанавливается причина пожара. Огонь – стихия беспощадная. В любом проявлении он требует особого внимания. Даже тогда, когда кажется укращенным. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Молочная фабрика «Натяже» представляет. Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. У Акима Караганды новый заместитель. Теперь за вопросы промышленности, агропромышленного комплекса и экологии будет отвечать Ержан Тимирханов. Ержану Тимирханову 33 года. Он коренной карагандинец. Имеет два высших образования. По специальностям юрист и экономист. Трудовую деятельность начал в правоохранительных и таможенных органах. С 2005 года работал в коммерческих структурах на руководящих должностях. До назначения на пост заместителя Акима города работал начальником управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области. Женат, воспитывает двоих детей. Дело Асхата Абишева тянется уже не один год. Будет ли вскоре подведен итог, трудно сказать. Несмотря на серьезные огрехи в следствии, суд первой инстанции подтвердил обвинение Абишева по статье 259 Уголовного кодекса Республики Казахстан и вынес наказание пять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Предыстория же такова. Еще весной 2011 года Асхата Абишева задержали сотрудники УБОП и изъяли у него пистолет марки ТТ и героин весом чуть больше грамма. Немножко позже ему переявили обвинение в организации разбойного нападения с целью завладения автомобилем. Вроде все ясно. Виновен? Отвечай. А если нет? Анализ работы следственных органов адвокатами осужденного ясно доказывает, что пистолет и наркотические вещества подброшены. Но суд первой инстанции просто не рассматривал такую версию. Почти два года Асхат Абишев находится за решеткой и вину свою не признает. И вот апелляционный суд. Коллизия все та же. Адвокаты доказывают непричастность Абишева к предъявленным обвинениям. Государственный обвинитель против. С самого начала задержания, незаконного задержания Абишева, Абишев пояснял, что полностью организацию подброса и героиня пистолетов организовал именно Адагуров. И это удалось изначально садиться в ходе предварительных следствий. Кроме того, его детьми имеются на первом деле многочисленные жалобы и председательные подделы судья Людейкова. И судья в Казахстане рассматривался, что Адагуров и другие сотрудники управления правительства организованной преступности приходили в следственные заряды, угрожали физическое справа, психическое насилие, требовали пристаться в хранении пистолетов и накатическое средство. Это просто, конечно, косвенное подтверждение того, что данный сотрудник аристован за преступлением. Сейчас фактически вопрос стоит о предании его суду по особо тяжким преступлениям. Уже и господин Отагулов, который практически начал дело против Абишева, сам задержан. Но обвинители стоят на своем. Он дело отношения не имеет. Как мы все знаем, уголовный закон по аналогии не применяется. Соответственно, этот ходатайство, я считаю, подлеждаю по нему. Конечно, все не так просто. Но очевидность фактов не взывает сомнений. С указанными доводами суда, уважаемый суд, мы не согласны. Потому что данные доводы суда не напрямую противоречит органам уголовно-процессуального кодекса. Так как законодательно четко сказано, что отклонение тех или иных ходатайств, а также доводы защиты в пользу подсудимого, должны быть изучены и дано четкое мотивированное описание доводов, опровержением указанных доводов, либо их подтверждением. Суд первой инстанции у этого не сделан нарушение требований нормы уголовно-процессуального кодекса. Прошу подойти. Очень похоже на шахматную партию. Только судопроизводство – это не игра в пешки. Это игра человеческой судьбой. По обвинению в разбою Абишева оправдали. Но остается пистолет и наркотические вещества. Мы неоднократно жаловались в финансовую полицию, в областную прокуратуру, в городскую прокуратуру. Везде нам, естественно, извините за выражение, дали пинка. Никто ничем никак не помог. Вот сегодня, получается, апелляционная инстанция будет проходить. С утра у нас было заседание, отложили на два. Теперь ждем. Ждем все результаты, какого решения они примут. А, еще один момент, самый основной, получается, куда недели нашего свидетеля. Показания нашего свидетеля. Одного из наших свидетелей, который конкретно сказал, что он видел, что ему подкидывали нечто похожее на пистолет. И в этот раз точки уже по операционной жалобе суд не ставит. Завтра будут заслушаны показания свидетелей. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Страховая компания «Альянс Полис» пояснила причины прекращения страховых выплат по договору с «Арселор Миттл Тиммертау». Напомним, что договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей на производстве был заключен в августе 2011 года. Документ был подписан между страховой компанией «Пана Иншуранс» и акционерным обществом «Арселор Миттл Тиммертау». К слову, до октября 2012 года все страховые выплаты «Альянс Полисом» осуществлялись в полном объеме. За период действия договора в «Арселор Миттл Тиммертау» было проведено 68 проверок, в результате которой выявили 209 нарушений. При проведении еще 235 проверок ДЧС Карагандинской области в компании были зарегистрированы 12 315 административных нарушений. Помимо этого, министерством здравоохранения, инспекторами были выявлены грубые нарушения условий труда работников. А именно, это недоштат работников, это превышение концентрации вредных веществ на производственных участках. Это либо неработающая, либо плохо работающая вентиляционная система, либо превышение предельной нагрузки на рабочих, это свыше 30 килограмм. 1 октября прошлого года «Альянс Полис» направила в адрес акционерного общества «Арселор Миттл Тиммертау» уведомление об отказе осуществления страховых выплат. Ответ КФН четко гласит о том, что у страховой компании имеются законные основания для отказа осуществления страховой выплаты. Мы считаем, что «Арселор Миттл» нарушает не только трудовое законодательство, но и принцип страхования в целом. По словам участников конференции, руководство металлургической компании не принимает никаких действий и усилий для предотвращения профзаболеваний. Кроме того, страховщики отмечают, что в целях увеличения своих и без того немалых доходов «Арселор Миттл Тиммертау» уменьшает численность своих работников. При этом никаких компенсаций компания не выплачивает. В любом случае деньги всегда имеют счет, можно будет посчитаться, пересчитаться, вернуться. Опять же, понимание было в этом плане не найдено. Хочу сказать, что наша позиция здесь, профсоюзов, она однозначно выражается именно 936-й статьей гражданского кодекса, где конкретно заявлено, что в случае каких-то, допустим, сложившихся ситуаций, когда посредник не может выплачивать, значит, обеспечить выплаты должен быть кто работодатель. Вот это мы стояли и стоим на этом. Пожалуйста, пусть обеспечивают. Миром Гусалкинбаев, Олегин Рашид, Евгений Афанасьев, 1-й Карагандинский. Это пересечение улиц Муканова и Татимбета. Две недели здесь кипит работа. Коммунальщики строят новую ливневую канализацию. Так Караганда готовится к паводкам. Эта часть юго-востока находится в низине. Талая вода со степи и стороны Уштобе стекает сюда, подтапливая улицы и дороги. Мы в прошлом году в том месте построили за свой счет, за свой горкомхоз, 80 метров ливневоприемника. В прошлом году нормально отработало. Но в этом году в связи с тем, что очень много воды будет, решили вот такую полноценную ливневую канализацию провести здесь. Здесь 500-400 метров по улице Муканова и 100 метров до ливневоприемного колодца. Это всего 510 метров. Общая смертная стоимость работы – 23 миллиона. Денис Дроздов – бригадир горкомхоза. Прокладывать ливневую канализацию рабочим не впервой. Строительные работы подрядчикам приходится выполнять круглосуточно. Обещают, до конца недели ливневка будет готова. Трасса, конечно, не из легких. Много трудностей, таких как мерзлый грунт, подземные коммуникации, электрические кабеля, кабеля связи. Работает от 15 до 20 человек. Очень ограниченные сроки выполнения работ. Поэтому работаем и в выходные, и в праздничные дни, в ночь, чтобы ускорить процесс. Деньги на строительство ливневой канализации выделил городской Акимат. К слову, в Караганде определили 23 наиболее подтапливаемых участка. Четыре из них находятся на Юго-Востоке. На пересечении проспектов Шахтеров Республики, возле рынка Арай, а также в Степном-3 коммунальщики уже прочистили ливнеприемники. Работа в этом направлении будет продолжаться, рассказал директор горкомхоза. С советских времен практически никто не занимался ливневой канализацией. Ну, так, как бы, ежегодно чистили, проводили мероприятия, но восстановлением канализации не занимались. Руководством города предусматриваются средства для обследования, для проектирования и для восстановления ливневой канализации города. Ну, это везде по всему городу, и в центре будут, и на Юго-Востоке, везде. Это в основном, основном, это в двухквартальной сети. Ирина Камышоу, Толиген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Женщинам из барахолки, возможно, установят памятник в центре Караганды. С таким предложением выступила Евразийская ассоциация предпринимателей и представители областного филиала Народной демократической партии Нур-Отан. Обсуждая за круглым столом проблемы малого и среднего бизнеса, заместитель председателя Карагандинского областного филиала Народной демократической партии Нур-Отан, Исет Есенгараев сказал, что женщины-челночницы – это особая категория людей, которая в сложные годы перестройки не опустила руки, а стала активно заниматься ввозом в страну импортных товаров и их реализации. Женщины по своей природе не могут смотреть, как дети голодают, все распадается. И вот они в это время, многие ведь этим раньше не занимались, тоже выросли с предубеждением против торговли. Тем не менее, надо было жить, и вот они эту жизнь стали налаживать. Поэтому я всегда предлагал отблагодарить. Во-первых, поднять статус торговли, как очень важного института современности. С другой стороны, отблагодарить их мужественных женщин. С мнением Нур-Отановца согласны и местные продавщицы. Последние считают, что во время кризиса именно они спасли страну от голода. Женщина в эти годы, конечно, выкормила детей. Я считаю, что заслуга та женщина есть. Авторы безумной идеи говорят, что памятники могут появиться в любом регионе Казахстана, однако предпочтения отдают наиболее крупным городам республики. Астане, Алмате или Караганде, где сосредоточены большие потоки населения. К слову, в России есть памятник Челноку. Он установлен в городе Благовещенске. Бронзовый мужчина в удобной куртке со множеством карманов держит в правой руке большой баул, а на левом плече несет огромную коробку. На поясе привычная для предпринимателей 90-х годов сумочка-кошелек. АЛЮГАЛ Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок АЛЮГАЛ, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы АЛЮГАЛ. АЛЮГАЛ производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили АЛЮГАЛ это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы АЛЮГАЛ адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это АЛЮГАЛ. В Агадыре прошел чемпионат Карагандинской области по самбо среди молодежи. В 10 весовых категориях соревновались 60 спортсменов со всех районов области. Среди них четверо карагандинцев завоевали первые места в своих весовых категориях. Это Аблайхан Шаратов, Нурбек Толюбаев, Омирбек Набибек и Кублан Рахимбек. Эти спортсмены и другие победители чемпионата получили право выступать на чемпионате республики. Определились все участники четвертьфинала плей-офф высшей хоккейной лиги. Соперником Сарарки стал пермский молот Прикамье. Борьба в сериях матчей четвертьфинала, полуфиналь и финале чемпионата будет вестись до 4 побед. Серия матчей за третье место не проводится. Бронзовые награды получит один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место. Первые матчи четвертьфинала пройдут в Караганде 15 и 16 марта. В Ледовом дворце спорта Караганде арена. Начало матчей 15 марта в 19.00, 16 марта в 17.00. Продажа билетов на оба матча четвертьфинала начинается с 13 марта в кассах Ледового дворца спорта Караганде арена. Музыка. 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 Музыка.